Спасайте, и сторгая изо меня, а обещайте же со страхом, внушаясь даже одеждой, которая свернена плотью. Есть толкование нового завета Боженого Хефилакта. Пространное, взятое изданно за по узким. Ну и, как правило, все силы брошены на толкование трудных мест, божественных, пренебесных, как апостола Павла. А на послание Иуда внимание обращено так, что оно и есть. Чтобы убедиться, что не только послание Иуда, но и сам апостол Иуда не пользуется популярностью в народе. Ну не надо, говорится, семи пяний волгу быть. Найдите мне храм во имя Иуды. Один. В течение двух тысяч лет. Не только на территории России. Нету. Ну а кто называет детей Иудой? Ну хотя бы один. А он же святой Иуда. Он ничем не... Ну много жабанек-то. Сейчас Иоанна. А чем Иоанн выше? Ничем он не выше. Один из двенадцати одинаковую благодать получил. Что значит человеческое? Ну, конечно, темную тень покрывала, набросила имя Иуды. Соименного святого Иуда. Искариота. Это так. Ну а что сделал Сталин и Осип? А сколько Осип везде? В Германии Адольфовна свободно называет детей. Показывает и увеличается. Адольфовна. Значит, не в этом дело. Это исследование показывает. Я специально, занимаясь этот год, постоянно обращаюсь к этому посланию. И нахожу, что популярность он не пользуется ни из-за имени своего, а из-за того, что он сказал. Я не могу представить, чтобы апостол Иуда не читал ни одного послания Павла, если он писал позже. А все исследователи согласны, что он написан это позже. Не может быть, чтобы он никогда не сбеседовал с Иоанном, с его посланиями любви. Не может быть, чтобы Иуда ни разу не разговаривал с Иаком, который написал послание, с Петром. Но его послание резко выделяется от всех. На него не проповедуют. Я у сектантов ходил регулярно, ни одного богослужения не пропускал у баптистов. И ни разу не слышал на эту тему. Почему? Он ставит ребром. Все. Да, верующий, да, Христос спас нас. Сектанты все знают, я спасен. Спасен я от блуждания, пытливого и гордого ума. А как раз гордость и там переливает через край. Не спасен. А Иуда поставил вопрос так, страшный суть на Саус. А вот теперь кто окажется слева или справа? И потечет огненная река. Непонятно, для чего она? А Ефрем Сирин говорит, всем воскресшим надо было пройти через эту реку. Не по верху, а по низу реки этой. И прайдник выйдет сияющий как золото, а грешник выйдет как головня. Вот о чем он говорит. Но ведь Бог же милостивый. Как народ лопиял. Он Бога избранный народ. Это евреи все избранные. А где этот избранный? Почему дальше-то не говорите, что он в песок зарытый? А он говорит, избавив народ, неверующих погубил. Первый мир под воду. Города садомские превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А значит нечестивцы, а те, которые канонизируют, я вполне допускаю, почему не есть канонизации Ездры, которые собрал нам книги Ветхого Завета? Почему не один из этих, которые самые высшие перевозчики были, ну теперь Филарета Макария канонизировали? Тут надо все время глядеть, кто писал, кто канонизировал. А послание Иуды, ну это как горький ладан, вот Кукуевеев специально с хорошим ладаном и такой, чтобы мы понимали, участь наша все время под сомнением. Это сектанты стали, а мы не знаем. Ну я же искупен кровью Христа. Да, но мы все еще в процессе, мы идем. И апостол Павел говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И Павел далее говорит, мы спасены в надежде. Вот сектанты считают, мы спасены. Я говорю, а почему не говоришь в надежде? А где это написано? Усе в Библию в руках. В надежде спасены. Мы искуплены в день. Вот ты искупен и выходил, а в это время снайпер выстрелил тебя. Ну по ошибке. И вот ты прямо сейчас такой искупленный, а мы ты кровью Христа. Вышел из крещения. Все, если ты честно, принимал. По совести. Ты спасенный. А дальше мысли, слова, дела, намерения, чувства. Почему Павел говорит, бегите. Не случайно, может быть, тратят миллиарды государства, вот как сейчас готовят Олимпиаду опять, чтобы мы применяли это к себе. На листалище многие бегут. А сколько же они тренируются? Это нам кажется, он ничего не делает. Они очень много работают. Я однажды прочитал про тяжеловеса, сколько он поднимает. Я не могу ему не верить, но так написано. Речь идет о вагонах груженных, которые он поднимает. Каждый раз подход к штамме, а на ней 200 килограмм. И скинуть надо выше головы. У них позвоночники лопаются. Вот это касается нас. Мы все должны переменять к себе. Пророк Исаия, 33 глава 6 стих говорит так. Господь спасет. И страх Господень будет сопровождать. Вот чего сегодня не хватает. Страх Господень. А спасусь я или нет? Памятные есть записи в житиях святых. Видят, что человек умер. Праведник. Смотрят. Слава тебе Господи, спасен. Нет, подожди. Проходит мытарство. Мытарство 20. Уже 19-е, и везде бесы отступают. И чего нет? Человек жил для Христа. Ученик ликует. Он говорит, подожди. Еще одно мытарство. Проп. Подожди. Наконец дверь открылась райская. Показалась рука. Рука приняла душу, и дверь закрылась. Слава тебе Господи. Еще один прошел. Вот тогда, да. А сегодня в надежде. И послание Иуды каждому ставит преграду в умозаключениях. Не знаю. А канонизированы? Не знаю. Сегодня вопрос стоит, что, а вот которые зарубежная церковь канонизировала, а эти примут, как будто они имеют власть там на небе. И считаешь, какие люди-то. Они вообще как будто Библию не держали. Апостол Павел говорит, не судите никак. Доколе не придет. Доколе. То есть суд Божий. Река огненная потесет. И не сокроет, не откроет сокрытое во мраке. Это апостол Павел говорит. Страх Божий. А страх Божий – это не то, что забиться куда-то отдельно и не вылазить. А чтобы нигде не нарушить волю Божию. Тонко чувствовать веяние Духа Божия. А Господь в тихом веянии ветра. Нас Господь не в тихом веянии. Бурей потрясает. Раздирает страну. Опрокидывает все. За рубежом оказались здесь. И опять монастыри. Опять монахи. Опять храмы. Все то же самое опять идет. Ничего не поняли. Израиль понял. Они стали исследовать. Они пошли фалмудическим путем. Стали строить синагоги. Но они учили. И синагоги открыли путь миллионам людей к Слову Божию. К Слову Божию. В синагоге можно было зайти, разговаривать. У нас нельзя. У нас храм здесь. А в синагоге и в храме нельзя было разговаривать. А в синагоге можно. Благоговейное отношение к Слову Божию. У них в каждой синагоге был свиток. И открывали, и искали, кто понимает. Павел только зашел к нему сразу. Служители подослали слуг своих. Узнаете, у них слово есть к народу или нет. Ну кто сейчас в храме? Я приду в храм. Но священник, даже маленький сельский храм. Он видит, что я новый человек. И он ко мне разве подошлет и скажет, что у тебя слово есть? Скажи. Он сам не говорит. Ну если батюшка приедет, ну там в алтаре еще, они там могут там пошушукать все. Они могут поговорить, вокруг престола ходить вместе. А дальше этого не пойдет. Итак, апостол нам напоминал. Что Господь повелевает страхом спасать. Гнушает даже одежду. А причем одежда, ее можно вымыть. Тебе не надо рассуждать. Одежда осквернена. А каким грехом? Ну, главный грех это блуд. Это плотское осквернение. Не так, что сказал слово, и теперь одежда твоя засквернена. Там, считай, книга Левит. Когда прикоснулся к мертвому, вы мои одежды, ну и дальше поедет, к прокаженному, вы мои одежды, к мертвому трупу, вы... А духовно-то, понимая, это все мертвящина. Это не духовные дела. Слово Божие говорит нам в послании Филиппистам 2.12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. В каждом сектантском молитвенном доме надо это повесить. Со страхом и трепетом совершайте. Он пишет верующим. Оно, значит, не совершено еще. Оно в стадии совершения. Совершайте свое спасение. Как это можно было это не видеть? Вы любите бактисты? Задайте вопрос. Скажи, почему вы вот это нигде себе не вылезете? Вы на стенах, места писания, его совершать надо. Ложное заблуждение в людях, когда думают, я уверен, и я спасен окончательно. Все сектанты одинаково это понимают. А как со страхом? Ну, это страх в Ветхом Завете был. А у нас все по любви. Иуда, значит, не знал этого. Это апостол, который ходил со Христом 3,5 года. И он пропитал этим страхом. И Господь говорит, кто-то погиб. Вы не покаетесь, так же погибите. О ком бы мы не услышали, всегда должны говорить. Если не покаетесь, так же погибите. В Откровении, 14 глава, 7 стих. Ангел говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Воздать славу, я скажу славу отцу и сыну. Слава воздается делами. Оправданием, которое даровал нам Господь, мы должны подтвердить, что мы получили это не зря. И мы как бы должны говорить, Господи, Ты не ошибся, что меня брал, Ты, Господи, не будешь постыжен из-за меня. Хорошо, что Ты меня взял к тебе. Ну, как человек, попадающий в хорошую команду, в хорошую воинскую часть, как он радуется. Там не притесняет. Ну, и он должен, ну, оправдайте доверие, которое вам государство дало. Так и мы должны оправдать это доверие. Все время помни, я несу великий чин христианина. Я всюду и всем должен засвидетельствовать о величии моего Создателя, о Его любви, что Его кровь святая пролита за меня, не зря. Я ценю это, я искупленное чадо. Цены мне нет никакой. Настолько я велик перед Богом, но я для себя должен знать, что я ничтожен, я получил это даром по благодати. Книга Левит, 19.14. В чем бывает вина человека? Не злосло с глухого и перед лихым не клади ничего, что может помочь ему споткнуться. Будет преткновением ему. Я Господь. Вчера крещение, мороз. Батюшка с вечера накануне, 18-го, совершил водосвятие здесь, все, поторопился, скорее потеряя, ну где общины, ему надо здесь и здесь. Какой он подвиг несет? Я бы не выдержал этого. Стоять на вокзале, за 4 километра деревни, поезд придет, не придет, вокзала нет, только на открытом перроне стоять-то. А мы здесь не могли сказать глухонемым. Вчера все они приходят утром сюда. Чья это вина? Начинается священник, я глухой. Я не слышал даже, мне самому сказали, ну я-то рядом живу на одной территории. И они пришли. Это ними его пройдет. В первую очередь перед ними должны извиниться. Мы должны особое внимание им оказать. Эти люди чего-то лишены. Мы должны быть особенно внимательными, потому что я мог оказаться в этом положении. Они для того рядом, чтобы мы показали на них любовь. Я уже начал расследование. Кто маячил, почему не сказал. Оказывается, они ушли, когда батюшка объявил. Главное, на батюшке, чтобы с него Бог снял этот грех. Я это считаю просто преступлением перед людьми. Они издалека пришли. Пришли, крытые двери стоят здесь. Это не просто так. Прямая заповедь. Мы положили преграду перед ними. До них не достигло наше известие. Вы не пропускайте это мимо ничего. Перед слепым. А народ-то слепой. Какие ямы перед ним нарыли? Когда начинаешь исследовать, этим ямам конца нет. Прямой путь Господу. Я и Христос. Благая и Весть. Скрыли любыми путями. Только через храм. А в храме ничего ты не сделаешь, не шагнешь, не узнаешь. Только через батюшку. Слово Божие вообще как будто нет нигде. А чтобы убедиться, ну все, зря не трать время. Сходи в любой храм. И кто бы ни выходил, которые ко кресту подходили, с любым начинают разговаривать. Слово крещение вы не найдете объяснения. Они не знают. Крещение это вода. Это естество угодно. Ни одного слова евангельского-то нет. Я удивляюсь первым христианам все время. Ни Пасху, ни Рождество они не поставили на первое место. Первые христиане. А крещение. И это не случайно. Потому что Христос родился, а знали только ангелы. Там какие-то пастухи. Ну сколько там пастухов-то было или нет. А воскрес вообще ни один не знал. Ни кто. Бойны, палец. Женщины пришли, пустой гроб. А крещение это явление Христа. С неба голос. И все слышали. Голубь сходит в виде голубини. Видите как? Не естество водное смещается. А естество человеческое. Никто не... Вот Христос крестился и сразу бросили сказать вот та вода, которая прикасалась к нему. Как бы она не утекла, скорее поймать ее надо. Ничего же этого подобного. Это не было. Никто не черпал, не пил эту воду. Никто не полез в воду. Что теперь она... Никто и не понял. Но это начало его общественного служения было. Это явление Христа народу. Так и назвал Иванович Картимов. Явление Христа народу. Это начало проповеди евангельской. Это всемирный охват благовестием с этого дня начался. И ничего этого не будет сказано. Проповедь, как воды Иордана потекли по всему миру. И когда слышали шум, вот многих. Голос его такой, в откровении. Это толкование такое. Это проповедь. Всех проповедников мира, как воды шумные. Ну, когда много людей зашумели, говорят, как волны. Вот что это означает. А сегодня ничего это нет. Язычество. Купать они пойдут. Надолбили проруби. Построили часовню. Люди на этом задействованы были. И губернатор отпускает там деньги. Все. Язычество. Когда... На днях я был, я спрашиваю. А как вы будете в редакции Алтайской правды спрашивать? А праздновать это? Ну, как праздновать? Мы каждый день отмечаем. Крещение означает погружение. Погружение... То есть смерть. Я должен умереть. Не только в воду погрузиться, но я умер для прежней жизни. И восставая из воды, я воскресаю для Христа. Я живу для великой и святой Троицы. Ничего этого нет. Кто-то бы нашелся такой богатырь. Остановился и сказал, прекратите безобразничать, обманывать людей. С сегодняшнего дня, скрещение. Если вы не будете полностью погружать, вы будете объявлены врагами христианства. Ни епископов и никто. Банда разбойников. И как разбойники, священники, все кем подстерегают. Право говорили. Ясность пороков не могли любить за такие слова. Книга Левит 19.32 Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Бога. Я Господь. Какая угроза. Если не будешь вставать перед стариком, он подойдет тебе, даст по щеке. Нет этого. Я Господь. Этим сказано все. То есть уважение к старости заключается в страхе Господнем. Я тому поясняю, что Иуда говорит, страхом спасайте. Страхом. Если ты не будешь как должно бежать на поприще, ты не войдешь в число спасенных. Если ты стал верующим, приложи все силы. День и ночь об этом молись. А сила твоя в Боге. Спать будешь долго, ничего не будет. Поставь тебе за правило. Никогда не пропускать утреннюю, интимную встречу со Христом. Он меня ждет, я не могу проспать. И что даже случилось, ты проспал, чтобы тебе внутри было неудовольствие самим собой. Как я мог проспать? А другой раз Господь может и не подойти. Страхом спасайте. У нас уважают стариков. Да кто их уважает, стариков-то? Поскорее бы они освободили место только. А уважать можно, когда страх Господь. Я Господь, этим сказано все. Перед глухим, перед слепым, я Господь. То есть я тебя могу таким сделать. Ты это все испытаешь в старости, если сегодня не будешь. А не так, что, а я старуха, я их не люблю. Вы нам спросили, а почему вы не посещаете старых людей, а я их не люблю? Почему ты дальше не сказал, я Господь? Это Господь означает, я жив, Бог. Я вижу и слышу эти ваши слова. И это все обращу на вашу голову. Вот если бы я Господь с страхом, бойся Бога, я Господь, то все эти вопросы воспитания, нравственности отпали бы. Они не нужны. Надо мной Господь. Книга Иисуса Новина 24.14 Бойся Господа и слушайся Его в чистоте. Чтобы слышать Бога, надо уши прощищать. Слово Божие, наполнять сердце. Входя в обетованную землю, они получили наказ. Бойся Бога на первое место. Христианцы как будто бы об этом не слышали. Ну скажите, в сектанках были, когда вы слышали, приходили, посещали их, чтобы в это стояло. Написано, начало мудрости. Страх Господень, это никуда не делось. Так это когда-то было. Иуда говорит, страхом спасайте. Когда это было? Да без страха вообще ничего. Начало дальше. Венец мудрости. Страх Господень. Начало, венец, все. Смотри, чтобы не согрешить. Грех это уязвление змея. Как ты будешь не бояться змея, когда в нем смерть заключена? Все родились во грехах. Я день и ночь должен только молиться, чтобы грех не коснулся смертельным ядом своим. Господи, отстрани его от меня. Избави нас от лукавого. Экклесиаз, то есть Соломон 5-6, пишет так. Во множестве сновидений много суеты, но ты бойся Бога. Люди любят сны, рассказывают. А сновидения это все предания, могут быть обычаи, традиции. Это как сновидения. А почему? Все в тонком сне монахи выгибли. А стояло бы, бойся Бога. Начинает Антоний образовывать монастырь. И сразу бы, бойся Бога. Бог сказал, идите по всему миру. Бойся Бога. Сегодня опять туда. Вот говорят, надо, чтобы было на славянском языке. Это язык красочный, пивучий, мелодичный. И сразу бойся Бога. Народ не понимает. Буду молиться духом, буду молиться умом. Лучше 5 слов, чем 10 тысяч слов на непонятном. Бойся Бога. Кто неправильно крещен сегодня, бойся священник. Ты за них ответишь. Сколько людей умерло некрещенных сегодня, которые в храм ходили, которые ко всей святыне прикасались, воду убрали. И они окажутся неспасенные. Бойся Бога. Что бы ни было, сын тебя не слушается. Ты ему скажи, бойся Бога. В первую очередь, ты рискуешь потерять жизнь. Потому что почитающий отца и мать будет долголетен. Твоя жизнь будет сокращена. Дальше. Вогнул в внуков. То есть в твоих детях тебе отмещение придет. Бойся Бога. И как на душе тяжело, когда поступишь по страху Божию. Я бы сделал. Я могу отомстить. Но я боюсь Бога. Братья трепетали, когда Иосифу пришли. Вот теперь-то у него власть. А что он с нами сделает? Ведь он может нас в фирме сгоноить. Он может казнить. И они сразу пришли и говорят, а отец говорил нам, когда уходили. Ты же отца любишь, Иосиф. Он говорил, чтобы ты нам не мстил. Он говорит, братья, я Бога боюсь. О чем разговариваю? Если я Бога боюсь, меня можете не бояться. Надо бояться того, кто Бога не боится. Все. Напоминаю, что где-то в марте, если у меня правильность сегодня не будет, избрание президента в нашей стране, усилите молитву. Это не пустое занятие. Но выпросить у Бога должны такого человека. Выпросить, чтобы сердце его боялось Бога. Чтобы мирная жизнь продолжалась, не было мятежа. Дал Господь проглотить слюну русскому народу-то. Ну нигде этого нет. На минуту не прекращается свара между властями. Смуты, убийства, заказные насильники, грабители, маньяки. Жизнь-то, кипение в аду. Уже, как и говорят, а что ад нам? Главное, что мы здесь вот видим, как в аду живем. Но это еще, конечно, не ад, это преддверие. Разница от ад до та, что, говорит, в аду нет покаяния и нет воды. А здесь есть то и другое. Экклесиаз 12, 13. Конечно, всю Библию трудно запомнить. Не каждому Бог дает такой талант, памяти, как апостол Павел цитировал на каждом шагу. Но он говорит, Соломон, выслушаем сущность всего. Вот одно предложение. Вся Библия заключается в одном. Бойся Бога и заповеди его соблюдают. Сущность всего. Ты это можешь запомнить? Не ссылайся ни на грамотность, ни на занятость. Бойся Бога. А теперь ищи страх Божий. И смотри, кто Бога не боялся, они что-то успели. Да, конечно, нет. Ничего нет. Человек, который не боится Бога, он легко впадает в любой грех. Я в жизни своей ничего не получил от родителей в доставке таком, как страх Божий. Мать всегда говорила, смотри, ты грешишь. Пионеры нельзя, амсомол тем более нельзя. Она не знала, как объяснить. Говорила, умрешь на огненных гвоздях каленых, придется плясать там. А галстук, это на нее подлезь, от воду будешь гореть. Она больше ничего не могла сказать. Она по-своему. Но в лицевой книге действительно там изображены подобные рисунки. И страх Божий сохранил. Сохранил от блуда, от воровства, от матерщины, от всего сохранил. От пьянства. Бог сохраняет. Плач Иеремия 4.14 Так как ты невнимателен был к страху Господня, то вот вся одежда твоя осквернена. Когда читаем Иеремия, книга называется Плач. А в чем она заключается? Я думаю, книгу подобную Плача можно было составить и для России, что революция потерпела крушение самодержавия. А они не могли составить. Содержание книги Плач чуждо российской интеллигенции, царскому двору, священникам, ничего этого нет. Она небольшая книга, прочитайте. Помазанник наш пойман в яму. Ну прямо говорится, пойман в яму, сидит в Екатеринбурге, ждет расстрела. А мы думали под кровлей его скончаться. Такие успехи были у России. Не в евреях дело-то. Евреи ни один бы не пришли. У нас же еще не решен вопрос такой, почему Испания вдруг всех евреев выгнула? Почему двинулись, фактически речь идет о миллионах, три миллиона, двинулись и осели Польша и Россия. Уже перед революцией была тревога. То есть перед революцией более миллиона евреев было, а может около двух в то время. Не потому что замысел масонов такой был, нет. А потому что место было пусто. А представьте, первые только евреи. И стали бы их обнимать, встречать. Наконец-то к нам пришли люди, потомки Авраама. Как мы рады. А вы знаете, что Христос пришел? Да каждый день к ним. Не с таким намерением, чтобы пойти, чтобы они меня распяли, как Феодосий Печерский. А рассказать. А ведь мы приняли вашего Христа, еврея. Он Бог. Посмотрите, какое почтение к еврейке Богородице. Она Мария. Она сына родила. Она избранница. Да ведь ничего этого не видели. Осезло, что не принимать и прочее. И сказал бы каждый им о любви, которую Бог нам дал к ним. Нет во Христе Иудея и Елена. Ничего же этого не было. В то время уже предупреждали. Преследование евреев вылится во что? Что они все кинулись в революции. Если кто не знает. Я вам говорил, что работаю над этим материалом. Материал закончен. В процентном отношении. В процентном. Количество евреев, которые уничтожали русских, в ЧК, это самая злостная сатанинская организация, больше русских в 70 раз было. В 70. То есть ни одна нация не поставила такое количество убийц, палачей, которые пытали, убивали. И это все не случайно. И мы роптать не можем. Мы должны принять это как данность и сказать по делам. Считайте книгу Плач Еремьев. И он ни одного слова здесь не сказал, что виноваты астерияне, бавилоняне. Ну, для нас как евреи. Или немцы. Виноваты мы. Мы отступили от себя. Мы запахлины все. Нет живого места на нас. В Откровении 3-4. Я об одежде хочу еще немного напомнить. Как должны быть речь. И в Сарди, в Сардисе есть несколько человек, которые мне сквернили одежды своих. И они будут ходить со мною в белых одеждах. Ибо они достойны. Конечно, не об одеждах речь идет. А о праведности во Христе и о делах наших. В Сардисе кто пришел, а кто тут такой одежды? Кто не сквернился? Ну, одинаково. Если пыль падает, то все мы одинаковые. И одежда примерно одинаковая. И отвернить свою одежду, беречь праведность, дарованную нам крещение. И одежда святых, их праведность. Бытие 37-31. Говорится, как пачкается одежда. И взяли одежду Иосифа, и выморали ее кровью. Ну, и отцу показали. Это возложение своей вины на кого-то. Показываем, какая одежда. Если бы глаза-то наши сегодня открылись, то увидели бы, наверное, одежду другую, чем на нас надета. Как один исследовал все с животными. Ему сильно нравилось смотреть на собак. Как много она дает знать о себе один хвостом. Если бы у людей хвосты были, то как бы показали. И трусливость, и заистрие, как хвостом крутит. Вот я думаю, это по одежде очень сильно было бы видно. И надо заботиться об этом. А мой меня и будущий Давид молился об этом. Книга Исход 19.10. И сказал Господь, освети народ, и пусть завтра вымоют одежду свою. И вот об эти одежды 28 раз сказано. И это не случайно. Конечно, одежда не дает святости. Но она постоянно напоминает, когда пока стирал, пока замывал. Ну, нечистая. И вся наша праведность, как запачканная одежда. А запачканная одежда мы знаем, как сразу видишь. Ну, пятно. Тем более, видно для других будет. Как стараемся заменить ее. А праведность не заменишь. Она справляется только с кровью Христовой. Книга Левит, 17.16. Если же кто не вымоет одежды свои и не омоет тело своего, тот понесет на себе беззаконие свое. Если не будет покаяния, раскаяния истинного, так это беззаконие и будет. Почему у нас ничего не делалось? И не было истинного раскаяния. Главная вина в том, что Слово Божие не заняло свое место в заслойной Христовке. Я этого нигде не прочитал. Ни у одного. Чтобы сказали, Россия погибла не из-за того, что мало милости, нищим подавали. Беценатов было мало. А за то, что Слово Божие было пренебрежение. И ввода 1.8. Гнушайтесь одеждой, которая сквернена плотью. Об этом говорится в 2-м послании Коринфянам 7.1. Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. В страхе Божьем, чтобы одержать, надо иметь друзей, которые помогали бы в этом. А как Бог? И ребенка приучайте к страху Божию. Все время рассказывайте ему, что ты можешь умереть внезапно, можешь умереть сегодня. То, что люди придумали за гробом, участь меняется человека, за него отмолят его, Библия на это не указывает. Нигде. Уповайте на Бога. Живите свято. И что со скверненной одеждой умрет, и там ему что-то как-то будет, даже это не шаткое, а никакое. Левита 11.11. Чтобы гнушались нечистотою. Во второзаконии 12.31. Не делай того, что Господь запретил. Псалом 5.7. Коварного. Гнушается Господь. Я к тому говорю, что если гнушается одежда, понимать, что такое одежда, падежи, коварная. Вот такого гнушается. Он говорит одно, и тут же тебе коварствует и делает пакосты. Псалом 5.40 стих. И возгнушался Господь наследием своим. Вопрос. За что? Потому что делали по-своему. Возгнушался Господь России. Я смело это могу сказать. Если Русь была святая. Отступили. И Бог возгнушался и предал беззаконникам. Псалом 118.163. Ненавижу ложь и гнушаясь ею. Закон же твой люблю. Лево и право. Ложь. А ложь не солжешь, говорит, не проживешь. Всюду и везде ложь. Стали исследовать. Ну а сейчас тебе человек лжет. Несколько сот раз каждый лжет. Притом в тонкости. Даже говорит, здравствуйте. А о здоровье даже не думает. И совершенно не интересуется. Даже в таких мелочах стали подмечать. Надо говорить то, что соответствует действительности. Пророк Амоз. 5 глава 10 стих. Гнушается тем человеком, который говорит правду. Вот за это придется отвечать. Были люди, которые переводили слово Божие, как Павский, Герасим Петрович. Какие преследования терпели люди эти. Они говорили правду. Пророков гнали. Значит, гнушаться нужно только греха. Милосердный Господь, через своего верного раба Иуду, сегодня нас предупреждает, что мы гнушались всякого греха и, помогая другим, обличались со страхом. Боясь, чтобы к нам эта зараза не пристала. И верен Господь, все, которые со страхом, не останутся без награды. Да будет наша община так и называется. Община, которая жила в страхе Господнем. Аминь. Придите поклонимся, Соливе нашему Богу. Придите поклонимся.